Риза Дилму Канова Ауэн Дегу Махабад Любовь на высоте В программе Ауэн Дегу Махабад Любовь на высоте мы говорим обо всех аспектах игры Сегодня с вами я, сексолог Риза Дилму Канова У нас в гостях просто невероятная женщина Модный блогер, та, которая умеет вдохновлять Прекрасная Женя Тенбова Здравствуйте Здравствуйте, очень приятно Очень приятно с вами познакомиться Мне тоже очень Ваш инстаграм просто дуб захватывает Как вам удается так вдохновлять людей? Ну, если честно, тот, кто его открыл Это как раз организатор вашего проекта Моему инстаграму всего два года И, если честно, я особо не стараюсь Я просто такая по жизни Люблю красивое Люблю вкусное Люблю сладкое Люблю красивую музыку Я люблю все красивое Природу, животных, людей В общем, я просто люблю Я просто о любви Так что все просто А, скажите, пожалуйста Вот вы та женщина, которая умеет удачно выйти замуж Откуда вы знаете? Мы точно не знаем Мы читаем Ну, во-первых, я мало показываю в инстаграме личную жизнь Если вы видели И изредка мой любимый мужчина Мой муж Мой второй муж Насчет удачно выйти замуж Вот Он появляется там крайне редко И на это есть причина Почему он вообще там появляется Он вообще там не должен появляться Это моя страница Но так как мне пишут очень много мужчин А мужчины имеют обыкновение смотреть только ленту Не заглядывая в актуальное Где у меня есть мои дети Мой любимый человек Мои любимые животные Они думают, что я одна Потому что я такая там вся в ленте Яркая и красивая Поэтому мне приходится иногда Два раза в год Показывать моего мужчину На его день рождения И это за существование моего инстаграма Впервые в его день рождения За что он меня очень ругал Но я извинялась Вот И однажды это было 14 февраля этого года Вот два поста О моем мужчине И о признании ему в любви Скажем так Заслужил Поэтому Крайне редко вы будете видеть его Но метко А как вам удалось Заневать сердце вашего мужа? И как вы вообще познакомились? Мы познакомились в лифте Девочки ездите чаще в лифтах Причем каких-нибудь крупных компаний Я работала в Минавтодор В здании В интернешнл бизнес банке И к нам на этаж Въехала компания Очень крутая на тот момент Это был 96-97 год Део электроникс Если вы помните Тогда было невозможно Что-либо достать Не было телевизоров Холодильников Ничего Это не так как сейчас Можно купить абсолютно все Любого объема Любого размера По любой цене Тогда это был дефицит Это была крупнейшая компания На тот момент она и в Корее была Крупнейшей компанией И возглавлял ее мой супруг И вот Это было самое дорогое здание В городе Где была аренда Просто заоблачная Не было тогда Наших всех знаменитых Нурлы Тау И всего остального И вот тогда Эта компания сняла весь этаж Весь Мы были в шоке Потому что наш банк Занимал там Каких-то там 150 метров квадратных И мне было интересно Кто же там И вот Однажды войдя в лифт Я увидела троих корейцев Одинакового роста В одинаковых белых рубашках В одинаковых черных костюмах Мне казалось на то время Что они были И на одно лицо Со значками Део Электроникс И я такая вот Бежала На работу Пошла в лифт И Мы столкнулись глазами Как позже он пошутил Я взглянув в твои глаза Утону Спасибо моему папе Подарил мне такие глаза Чтобы в них тонули У моего папы Кстати, такого же цвета Синие глаза Вот Вот так мы и познакомились А как дальше Развивались события Знает Моя близкая подруга Гульбахор Хасанова Которая была Свидетелем Первого нашего разговора В кафе Она знает Что я пила в тот день Что я кушала И вообще Мне прям до слез Вообще Гульбахор Конечно Она Вот прям Была у истоков нашего Образования нашей пары И она мне прям советовала Я там стеснялась Я Я могу рассказать Да Об этом Я стою И прошу большую Шоколадку какую Он говорит Что-нибудь вы будете Я такая Нет-нет-нет-нет-нет Я ничего не буду Он мне говорит Ну давайте вот шампанское Я же в офисе работаю Я же не пью Мы же работаем Ну вы угостите всех Он мне набрал там конечно И шампанское И шоколадки Я не знаю Помнит ли он это А его друг Очень близкий друг Он сидел И рассматривал меня И позвонив ему По телефону Сказал Что надо Крутиться Скажи ей Чтоб она стала прямо Я узнала об этом Через 10 лет И я так обиделась Потому что Его друг он любит Когда у женщины Очень ровные Красивые ноги И не худые И он сказал Если у него ровные ноги Голубые глаза Женись И вот они меня оценивали На тот момент Этот человек Занимал очень высокий пост Он был акимом Самого крупного района В Алматы Я не буду называть фамилию Но это был действительно Очень большой человек И вот меня вот так оценивали Знаете Как лошадь по зубам Я конечно потом Когда узнала Высказала им обоим Но это было весело Так что наше знакомство Состоялось так Будем считать Что покорили глаза А как вам удалось Сохранить отношения И любовь Вашей паре? Обычно Сколько мы знаем Не все пары Имеют свойство Сохранять Любовь Отношения Ой, вы знаете Это такая развернутая тема Мы будем об этом говорить Давайте сразу Да, давайте сразу Мы определимся Что мы никого здесь не учим Да, жизни Потому что для каждого Институт семьи И отношения между мужчиной И женщиной Это тот человек Который в этих отношениях Он и выбирает Те отношения Кому-то нравится Жить очень богато Тратить деньги Быть нелюбимой Быть не единственной И это я тоже принимаю Это же выбор этой женщины Кому-то нравится Быть единственной Любимой Жить скромно Но человеку устраивают Те отношения И они наслаждаются Кстати Буквально недавно Я слушала лекцию Алексея Ситникова И он тоже говорит об этом У каждого Понятие счастья свое Мы же сами выбираем Вот я выбрала Сво И для меня Для меня вообще Отношения Это полное доверие Полное Когда ты доверяешь Наверное мужчине Больше даже Чем самой себе Но это мой психотип Это я такая женщина Кому-то нет Кому-то хочется Быть самостоятельной Вести бизнес Ни с кем не считаться Не считаться С мнением своего мужчины Хочу так Поехала туда Я это тоже уважаю Это другой тип женщины Она любит жить так И есть мужчины Которые на это соглашаются Я выбрала мужчину Которого искала Сильного Бластного Воина В прямом смысле Слово по нумерологии Мне когда посчитали на него Я не очень этим увлекаюсь Но многим нумерологам Из моего окружения Интересно рассмотреть Нашу пару И когда мне посчитали И сказали Что мы идеальны Я была удивлена Потому что я так никогда не считала Я считаю У нас вообще Сицилийская семья Она очень эмоциональная Он очень эмоциональный Я тоже очень эмоциональный Только он очень эмоционально строг А я очень эмоционально Легка Шаловлива От слова шалить Шкодничаю часто Спорю Как маленький ребенок И моя эмоциональность В этом Легкость к жизни Вот он другой Кто видел его Хотя бы в сторисе Мельком Когда он едет в машине Все понимают Сколько он строг И такой еще Прям вот кремень Как говорится Практикум Да Не всегда Здесь совсем другое Вот здесь как раз То Когда ты выбираешь партнера Вот в моем понимании У тебя должно быть к нему Полное доверие Я писала в крайнем посте Когда был день рождения У моего супруга Что Если бы мне выстроили Всех, кого я люблю И кто любит меня И сказали Вы летите в космос Вы будете жить там Только вдвоем На этой планете Больше не будет никого Вы должны выбрать Одного человека Это же не значит Что я кого-то не люблю Или кого-то люблю меньше Своих детей Внуков Своих друзей Подруг Там и так далее И так далее Но вы должны выбрать Одного человека И только этот человек Будет с вами Рядом На этой планете Я задумалась Дочь Нет Я не смогу Обеспечить ее безопасностью На этой планете Это мой любимый человек На свете Кого-то еще И вдруг Я понимаю Что это все-таки Мой мужчина Мой муж И только рядом с ним Я на любой планете Буду чувствовать себя Точно так же Как в этой жизни нашей Сурой Когда Ну когда нас Женщин нужно защищать От внешней среды А не от внутренней Да скажем так А вот допустим Допустим Вот быть женой Статусный мужчина Это же не так просто Конечно И допустим Существует очень много Там девушек Которые охотятся И Друга То есть вот эти моменты Это же Вообще Это уже о психологии Я опять же Наверное Сейчас заявлю Не знаю Можно ли говорить В этой программе Я каждое утро Слушаю Бартона Слушаю Ситникова У них лекции 20-25 минут Это так просто Вы просто нажимаете В ютюбе Любую лекцию И слушаете И просто Учитесь Я часто слышу Очень мудрые Классные вещи И удивляюсь тому Откуда я это знаю Это природа Это На генетическом уровне От женщины к женщине Что-то передается Какая-то мудрость Чего-то я не знаю И удивляюсь Почему я до сих пор Этого не знаю И стараюсь исправить Пока еще не поздно А не поздно никогда И наверное Вот это и есть Залог Счастливой жизни Когда вы Слышите друг друга Старайтесь исправить Любять друг друга Постараться Жизнь сделать Комфортнее друг другу Наверное вот так Что касается Молоденьких Красивых девочек Конечно Какая красивая У меня дочь Которая 24 года Но это другая категория Девочек Которая ищет любовь Которая ищет Подобие своего папы Мужчины Которые любят Женщину Нет Я не могу заявлять Что за всю мою жизнь Совместную Меня любил он Только одну Мы В плане Влюбляться Это нормально Для человека Любить Видеть что-то В других людях То чего нет В твоем партнере Это нормально Но Удержать мужчину Не вцепившись В него руками И там Я тебя никому не отдам И воевать с девушками Нет А просто быть Всегда Интересней И интересней И интересней Для своего мужчины Это ключевое Опять же У меня вот был такой случай Друг моего мужа Поделился со мной Спустя много лет Ты знаешь как-то раз Мы там пошли Тусили И мы говорим Пойдем отдохнем Там будут девочки А он говорит Какие девочки Вы мою жену видели Они говорят Ну да Вы видели Какая она разная Каждый раз Всегда Вот каждый день Я прихожу И я не знаю Какая она сегодня будет У нее будет красный волос Или у нее будет шляпа Метр высотой И он всегда удивляется Всегда Иногда пугается Видя меня Когда я собираюсь На неделе моды Эта прическа Высотой 48 сантиметров Не оставляла Тогда весь Казахстан На Такие были бурные обсуждения Хорошо, что меня тогда Не было в инстаграме И я не слышала Что обсуждали Я слышала На вечеринках И так далее Все вспоминали Мою прическу Высотой 48 сантиметров И Лариса Кульбаева Доиотель Моя подруга Лариса Иванова Она рассказывала всем Как я ехала С этой прической Доритс Карлтона Лежа у нее на коленях Потому что она просто Никуда не входила Из-за высоты Но сейчас не об этом И конечно Когда он видит Это уже Женщина должна быть Интересна И духовна С ней должно быть Интересно говорить На нее должно быть Интересно смотреть Ну и так как вы у нас О сексе Женщина должна быть Интересна и в постели Конечно О своем мужчине Она не должна Ему надоедать Она должна Его удивлять Поэтому У вас должно быть Не только красивое платье Но и красивое белье Красивые чулки И ваш мужчина Должен видеть вас Всегда наверное Для него Радующих глаз Для него Насчет духовности Правда Потому что сейчас Такое время Когда мужчин Действительно Уже ничем не удивишь Абсолютно Неспособностями Ни техниками в постели И сейчас Выиграют только те женщины Которые покрывают Не только физические потребности Мужчины А также эмоциональные Духовные И когда Между мужчинами Есть эмоциональная Духовная связь Мне кажется Тогда отношения Нужны встречи А вот Какие вообще Предрассудки Насчет секса Любви Отношений Вы встречали В нашем обществе У нас вообще Предрассудков много В принципе Я выросла В то время Когда Детям не говорили Откуда появился Малыш Нас находили В капусте Нас приносил Аист Где там еще мы Покупали В киосках Нас покупали Да В киосках В магазине игрушек Поэтому Я думаю Что вообще В советское время Вопросы о сексе Вообще не возникали И я помню Когда мы смотрели Фильм Москва Слезам не верит Как сейчас Помню Удивительно Мне было Я не знаю Наверное лет 7 Из братишка смотрели И вот этот момент Когда Вере Алентовой Главный герой Растегивает пуговички И там Гаснет свет И собачка Скулит Потому что там На нее легли Они У меня был такой трепет Когда я смотрела И мама говорила Закройте глаза Закройте Понимаете Закройте глаза То есть Я наверное Даже не буду говорить О предрассудках Потому что Это наверное Самый большой предрассудок У нас просто Не было секса В наше время О нем не говорили Его не показывали Где-то Это правильно Должно быть дозировано Но все-таки Я думаю Когда растут дети Не с первого класса Но наступает момент Созревания Когда мы должны Об этом говорить И они должны знать Что это И как это должно Быть правильного Допустим Хорошо Допустим Родители Если даже Дети Если допустим Какие-то Обучающие программы Может быть По обороне воспитания Или все-таки Эти темы Должны обсуждаться дома Мне кажется Что эти темы Должны обсуждаться дома С родителями И мальчик должен Говорить с папой А девочка Должна говорить с мамой Мы не знаем Чему научат их в школе Но вот в моей семье Я наверное Могу об этом сказать У меня взрослые Мужчины Сыновья Один из них Имеет семью И двое детей У меня девочка Которая 24 года И Когда вы со своими детьми Не просто как родители Да Эту грань нельзя стирать Уважение к папе К маме Должны быть И уважение родителей К своим детям Как к своим детям Но В то же время У нас Такое Знаете Формула отношений Скорее дружеская И я могу Мужьям То бишь моему Мужу и моему сыну И более того Скажу Что я ее защитница Прямая Потому что Мой сын Конечно он молод Ему 31 с половиной год И он молодой мужчина Со своими амбициями А она молодая Девушка И вот у нас Буквально недавно Возник такой спор Прям семейный Катя решила поехать С подругами В Ташкент Посмотреть Ташкент С первого дня Рождения ребенка Она никуда не выезжала Только с семьей И вот они решили Девочки Семейные девочки Поехать В четвером Или в пятером Там ее родственники Там двоюродная Сестренка Я уже не помню Но это не столь важно Посмотреть Ташкент Прекрасный Походить по вкусным Ресторанам Посмотреть исторические Памятники И просто Кайфануть от этого Осеннего Великолепного Ташкента А в доме Был такой скандал Против Почти до развода И когда она приехала На отдых В очередной раз В выходные Поделилась со мной Мне пришлось поговорить С моим любимым сыном С моим прям Любимым-любимым Что он не может Ее ограничивать И что поехать Ей одной Не значит Пойти гулять Она должна отдохнуть От семьи От детей От тебя Соскучиться И у вас отношения Будут еще более Горячие и теплые Ну конечно Мой муж возмутился Как это так? Она едет без мужа На что я сказала Если ты еще раз Так скажешь Я с ней поеду И будет как в анекдоте Ну как мама Как же в следующий раз Я поеду? То есть когда Вы знаете Когда невестка Со свекровью Уехали в Грузию Их встречают Богатые машины Возле трапа Самолета Разводят с разной стороны Потом привозят Через несколько дней Они садятся в самолет С пакетами Покупками И она говорит Мама Что же мы скажем дома? Я не знаю Как ты А я в следующий раз Тоже поеду То есть Вот понимаете Вот я вообще О своей семье Могу говорить Только в шутку Потому что Вообще у нас Все на лайте Хотя Не все так просто И все гораздо Бывает серьезнее Бывают ссоры И бывают крики Но умение Повернуть это все Такую юморную сторону Наверное Это и есть тоже Основа сохранения семьи Нашу семью Вообще называют Сицилийская семья Я же говорю То есть это Когда мы много кричим Когда радуемся Мы много кричим Когда мы ругаемся И это вот Даже вот видите Какая взбалмошная Я сейчас с вами Я прыгаю С вопроса на вопрос Как вы думаете Что можно сделать В нашем обществе Чтобы обществу Стало более Просвещенным В теме секса Отношений Что можно сделать Мне кажется Вообще Это выбор Каждого человека Если ты хочешь Быть просвещенным В чем-то Ты просто начинаешь учиться И не важно Это отношения Между мужчиной и женщиной Отношения между детьми Ты просто Есть понятие Насмотренности Наслышенности И вообще Восприятия Начитанности Да Вот три этих аспекта Насмотренность Наслышенность И начитанность И вы выбираете Быть вам грамотным Или нет Либо вы читаете Нет Либо вы смотрите Нет Либо вы слушаете Нет Сейчас столько Таких невероятных людей Я люблю слушать мужчин Я вообще Нет Я не жена Ненавистница Я люблю женщин Как? Я же сама женщина Но я считаю Что женщина Всегда тянет одеяло На себя Во всем И как бы вы мне Не говорили Что у нас нет Матриархата И что мы Совершенно не феминистки Нет Мужчины Они более здравые Они более Такие Осознанные Они чувствуют ответственность За то Что они делают Большинство Я сейчас не буду говорить За всех Наверное Мне везет с мужчинами Потому что я такая Потому что ко мне Вот безответственные Они не могут подойти Они смотрят на меня И говорят Да Сюда Только со всей ответственностью Иначе будут Большие последствия Поэтому Я слушаю мужчину Мне нравятся Психологи Мужчины Я вообще не увлекаюсь Никогда психологией Нумерологией Кстати о нумерологии Мы поговорим Но Когда ты видишь Человека Который адекватен Грамотен Имеет ученую степень И он не пытается Поломать тебя Как женщину Под Под мужчину А он просто Открыто говорит Нам нравится Вот этот мужчина А ведь секрет Мужчину знать Как можно Четко знаешь Что им нравится Во всем И в сексе Как вы говорите Техники Не техники Этого мало Есть энергия О ней мы тоже поговорим Женская энергия И мужчины выбирают Сильную энергетическую женщину Которая заряжает его Понимаете И вот ты выбираешь человека Слушаешь его Что-то читаешь Очень много трудов Я вот сейчас книгу Получила в подарок Алексея Ситникова Я буду ее изучать Мне очень интересно Я думаю Что мне придется Чтобы понять Все что там он написал Прочесть не один раз Не один раз Подчеркнуть что-то Не один раз Что-то вот здесь Пересмотреть Внутри себя И вот тогда Из этого И складываются отношения И из этого Опять же Ты понимаешь Что твоему мужчине нужно Есть мужчины Которые не говорят И должны догадаться Но все-таки Нужно стараться Опять я говорила Умение слышать Умение говорить Обсуждать Вы считаете Секс и любовь Это одно тоже Нет конечно Нет Но Я считаю Наверное Ну как бы Опять Это мой взгляд Это мой Вот лично у меня Секс и любовь Это рядом Вместе Я не могу вступить В отношения с человеком Да У нас были В молодости Знакомства Мы вступали Но если ты не влюбляешься В человека Ты не получаешь Удовольствия от секса Почему? Я поняла об этом Совершенно недавно Слушая Ситникова И слушая Марка Бартона Я вдруг поняла Что я все делаю правильно Оказывается Для мужчины Секс не важен А мы женщины Все думаем наоборот Что для них только секс Вот кстати как раз О красивых девушках О больших груди О красивой попе Однажды я услышала Известного киноактера Голливудского Который сказал Если бы мы любили женщин Только за красивую грудь И за красивые длинные ноги Все женщины были бы красавицами Нет Есть понятие Женской энергетики Оказывается Женщине нужен секс Именно женщине И он у нее на первом плане Это взаимообмен от мужчины А мужчине важна женская энергия Которую он получает Только от прикосновения С женщиной Я могу может быть словами Как-то неправильно передавать Пусть поправят меня Известные наши психологи Которых я люблю Слушать Мужчин Но Я поняла для себя одно Для мужчины важна наша энергия И если мужчина Во время секса И во время отношения с женщиной Прикосновениями Объятиями Когда он рядом с ней Сидит на диване Смотрит фильм И так далее И так далее Когда она просто гладит ему спину Делает ему массаж Или моет ему голову И делает пенный массаж головой Он получает эту энергию Вот только тогда он способен Утром встать Взять саблю И пойти воевать Ну это в старину А так зарабатывает деньги для тебя А женщина при этом Получает от него материальные блага Получает от него секс И вот этот взаимообмен Он и есть вот этот круговорот Который и держит эти отношения На самом деле Взнать женщину просто Просто жить в наслаждении Наслаждаться отношениями Семейными Наслаждаться Сексуальными отношениями И просто жить в удовольствии Конечно Это огромное Женческое предназначение Которое вообще есть Оживя в удовольствии Мужчина кайфует от того Что он дарит ей Это удовольствие Совершенно верно И говорит себе Да Я такой Я крутой Я крутой Совершенно верно Мужчины они любят Не само же состояние Свою Рядность Евгения Что вы у нас Что вы посоветуете Нашим зрителям В нашей передаче Потому что Знаете Наш проект Это не просто проект Вы знаете Мы его создавали С целью Наверное Высоко Духовных Нравственных Ценностей Для того Чтобы мы могли С помощью Уникальных Таких Как вы Продвигать Семейные Духовные Ценности В обществе То есть Мы сейчас С вами Выполняем Такую миссию И я бы хотела Лично от вас Слушать эти слова Пожелания Что вы пожелали Больше Нашему Казахстанскому Минучестру Вот так же Одним словом Не скажешь Не скажешь Я Во-первых Всем желаю Найти свою половинку Не пройти Мимо нее А вы почувствуете Что это она А я Желаю вам Больше говорить Друг с другом Слышать Что вы говорите Друг другу Я желаю Мужчинам Быть мужчинами Сильными Быть Добытчиками Баловать Своих женщин А женщина Должна заслужить Это Женщина Должна помнить Что она женщина А не мужчина Это главное Она должна Помнить Что она Должна быть Всегда ухоженная Красиво Прежде всего Внимательность К себе А научившись Быть внимательной К себе Ты будешь Внимательной К своему мужчине Мы не будем Опускаться В аспект секса Там Каждый Разберется Сам Но вы Должны Доверять Друг другу А когда Вы будете Доверять Друг другу У вас Не будет Табу И еще Старайтесь Каждую Ссору А они У меня Тоже есть И я Я очень Бурно Ссорюсь Каждый раз Я ухожу У себя Там В голове Мужчина Это чувствует И Это не должна Быть Манипуляция Человек Который Хочет Сохранить Отношения Он Настолько Же Требователь К себе Насколько Он Требователь К партнеру Требую от партнера Что-то От своего мужчины Задайте Вопрос Что вы Дали ему Чтобы требовать Я всегда Говорила И вот Моя подруга Гульбахор Хасанова Она об этом Знает Прежде чем Дать слово Сказать слово Дай Ты должна Что-то Дать Сама И сказать На Это Взаимообмен И вот Здесь Я как раз Хочу сказать Когда Считали Нумерологи Наш пару Для меня Было Удивлением Я Инская Земля Земля Плодородная Там же Тоже На два Типа Дерется Земля А мой Супруг Янское Дерево Это Дерево Не из Которого Делают Деревянные Ложки Посуду А делают Лук И стрелы Он воин Я это четко знаю Я четко знаю Границы Которые допустимы В отношениях Которые нет Уважая его выбор Уважая его Точку зрения Когда он сильно Настаивает на том Что мне не нравится Я не хочу Я включаю просто Маленькую девочку Который Как ребенок Что-то хочет Но ей папа запрещает И он жалится И соглашается И получается Что ты Казалось бы Получаешь То что ты хочешь Но Не требуя И скандали Руки в бок А Потому что Мужчина Просто сжалился Над тобой И позволил Поэтому Как говорила моя бабушка Мужчина Голова Ты шея Но шею тоже нужно Умело вертеть Можно же ее и свернуть Поэтому Что я могу посоветовать Слышать прежде всего Себя Что ты хочешь К какому Типу отношений Ты готов Найти эти отношения И Сохранять их Правильно Где-то на интуитивном уровне А где-то все время Учась А сейчас Есть где научиться Послушать маму Бабушку свою Если это были Действительно Успешные семьи И конечно же Жить в удовольствие Когда вы счастливы Счастлива ваша семья Ваши дети Ваш муж И все вокруг Прекрасно Благодарю вас Евгения За такой чудесный Покровенный Супер искренний Разговор Я благодарна Вам за ваши пожелания Спасибо Вы пришли на нашу передачу Поделиться Своими эмоциями Своей жизнью Своим жизненным опытом У нас была Замечательнейшая женщина В нашей передаче Евгения Тян Так что Ребята До новых встреч Любовь на высоте